Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, чё ещё? О! Хесус, легендарный стример! Высказался и вел он про Хесуса, короче говоря, у себя там на стриме. Сегодня, как я понимаю. Как ни крути, я считаю Хеса легендарным стримером. Да, к нему есть за что придраться. И вот тут я что-то не понял, блядь. К чему это там ты придраться-то решил? Ну-ка давай. Давай. Я слушаю. Ёб твою мать, блядь. Ну какая же всё-таки мразь. Привет, Иисус, там видосик. Вышел мирно изнанку с Будановым. Го глянем, если хочешь. Потом как-нибудь. Спасибо тебе большое за 4 евро, Наквоян. Короче, как ни крути, я считаю, Хеса легендарным стримером. Да, есть к чему придраться. Но, блядь, сколько он нахуй лет стримит? Он имеет 10 тысяч онлайна. Всё время. Ну это очень жёстко. Он красава, сказал на стриме Вадим. А ещё мне тут доложили, кстати говоря. Что оказывается, это он вчера 15 тысяч задонатил на сумерки, блядь. Представляете? Охуеть. Это он был тем самым Питером Паркером. Вот как, представляю, вот как, вот да. Что? А может он рофлил, я не знаю. Но мне сказали, что это он. Вот реально Питер Паркер, блядь. Чисто человек павук. Так что тут уже как бы сами думайте. Там плюс реп, минус реп. Кому нравится, там я не знаю, этот фильм прекрасный. Получается плюс реп. Мне нравится, минус реп. Я считаю, плюс реп. Вот. Ну, кстати, по поводу тут, что у меня всё время такой онлайн. У меня не всегда был такой онлайн, конечно. Вот, до 2020 года. Где-то, да. Ну, как бы у меня средний онлайн вообще в целом 8 тысяч где-то. Уже много-много лет. Поначалу у меня онлайн вообще был 900-500, я помню. На первом стриме меня стреляло 150 человек. Я свой первый стрим, самый первый стрим, я помню. Вот. Как бы, да. Потом меня стреляло где-то там около 1900, я помню, было. Это опять ко мне, ребят, да. Потом меня смотрел полторы-две тысячи, потом до трёх поднялся, потом что-то 4-5 было, потом 7. И вот так постепенно. Но я думаю, что Вадим имел в виду то, что несмотря на то, что я уже как бы 11 лет стримлю, да, онлайн как бы растёт, а не падает. Потому что у многих наоборот происходит. Что как бы, ну, если ты там долго стримишь, то, соответственно, и всё. А здесь как бы всё. И туда, понимаете, да? Ну ладно, не буду, как бы, скажем так. А то сейчас ещё, ну, знаете, сглаз произойдёт, и пипец. Кто его знает, что будет завтра или послезавтра? Вот. Такие его дела. И в комментариях некоторые пишут, типа, интересно, почему же у него 10к онлайн? Чел заскринил, короче говоря, статистику с Twitch-трекера и показывает такой, типа, почему у него 10к? И в пример кидает вот эту вот штуку, короче говоря, февраль месяц, где был не как лай, и не только политика, да, не только ситуация в Украине, ещё и не как лай. Интересно, почему же? И показывает только вот этот момент. А то, что было до, а до было примерно то же самое, что и здесь, он это упустил, скажем так. Он это не показал, он это обрезал. Вот. Интересно, почему он обрезал? Непонятно. Показывает только вот этот момент. Один стрим, где у меня 6000. Среднего причём. Среднего. Один стрим. Один. Вот этот. А то, что там было до этого? Не, не показал. А вот этот показал, и всё. А дальше опять, то, что онлайн стабилизировался, и опять стал таким, как он был до этого момента. Это мы не учитываем, конечно же. Это мы, конечно же, не учитываем. Ой. Глупые люди. Ну ладно. Чё? Там, наверное, такая херня была, что мне страшно представить, что ты туда срал вообще. Хесус. Эвелон МБ сказал, есть к чему придраться, чтобы жопу прикрыть. Да, господи, ничего не хотел прикрыть. Хватит это, вот это вот всё. Алё. От чего жопу прикрыть? Я тебе так скажу. Я свою позицию, как бы, вообще не скрываю. Вы так-так прекрасно знаете, со времён ещё были динозавров. Вот. А уж тем более, последние полторы года. Я чётко и ясно дал понять, какая у меня позиция, какое у меня мнение касаемо происходящего. И я думаю, каждый человек, кто знает меня, он знает, какая у меня позиция. Особенно, если это какой-то стример известный, блогер и так далее. И я считаю так, что если этот известный блогер или стример, неважно кто, приходит ко мне на стримы и, например, там, в принципе, хорошо ко мне относится, приходит на мои стримы и уж тем более донатит какие-то деньги, а уж тем более, если это большие деньги, то я предполагаю, то я предполагаю, что этот стример, этот человек, этот блогер и так далее, зная мою позицию, в принципе, имеет примерно такое же мнение, как и у меня. Потому что, если бы он имел другое мнение и позицию, он бы мне точно не донатил и уж точно меня бы не поддерживал. Потому что, такие есть блогеры, да, у которых, например, иная позиция, которая отличается от моей. И вы знаете, как они ко мне относятся. Они относятся предвзято, они меня срут, они проявляют в мою сторону негатив и пятое, десятое, короче, и так далее, и тому подобное. Чем это выражается, вы прекрасно знаете. За примером далеко ходить не надо. Стаса и как просто Жора и ему подобные. Жмили и так далее. Вот. Так что, я считаю, что если есть какие-то блогеры, вот, например, не хочу никого подставлять, но вы знаете, кто ко мне недавно приходил, помимо Эвелона, тоже донатил. Мне все говорят, зачем ты с ним общаешься? Он с Кремлем работал или там работает. Ну, ребят, как бы, я делал выводы, исходя из того, что человек, в принципе, как бы, да, как он думает и что он делает. Я не про Вову сейчас, причем ты Вову? Ну и Вову в том числе. Если он был каким-нибудь ватником жестким, как некоторые там его в этом обвиняют, то, ну, как бы, я не думаю, что он со мной бы общался, блядь. Он бы имел ко мне какое-то негативное отношение. И так же касаемо других некоторых известных блогеров, о которых думают, что они ватаны. Ну, а почему они тогда ко мне хорошо относятся-то? И уж тем более донатят. А кто донатил? Ну, слушайте, мне за последнее время донатили такие, как Хардплей, Дмитрий Масленников. Кто еще? Причем они даже не скрывают, что это они. Аля Шаватый тебя постоянно срет. Чего? Нет. Во-первых, Касэма первого еще ладно, но то, что меня она постоянно срет, ни разу ничего не слышал по этому поводу. Обычно, когда мне кто-то срет, особенно, если это какой-то известный стример, мне обязательно об этом доложат, донесут. Доносики идут, как говорится. Вот, ты что, ебанутый Хардплей Ультравата? Да ты что? Серьезно? Ну, не знаю, где вы там увидели прям Ультравату. Не знаю. Я лишь знаю, что у него, скажем так, есть одна тема связана с прошлым, там определенная, скажем так, его деятельность, чем он занимался, где он работал. Вот, и выражать свою четкую позицию он не может. Ку, хус, го, посмотрим видос, го. за кадром 30 минут назад вышел, там интервью с Бутановым. мы Комарова недавно смотрели, потом как-нибудь посмотрим, потом. Хус, какой хус, шутащее за слово. Вот, так что, как-то так, в общем. Поэтому каждый раз, когда мне что-то там спрашивают, а ты с этим, а ты с этим, ребят, я, как бы, скажем так, вижу этих людей, что они, какую позицию они имеют и так далее. Вот. так и вело нахуевший черт соебал в Турции во время войны, купив военник вместе со злым. А если бы у тебя была возможность так сделать, ты бы так не сделал? Нет? Окей. А что должен был делать Эвелон? пойти воевать, что ли? Он, будучи стримером огромной аудитории, зарабатывая большие деньги, смог бы привнести, скажем так, намного больше пользы. С помощью своей известности и денег. И в принципе, как я слышал, он это делает. Так что? А дай ему автомат в руки отправь воевать, ну я не знаю, что он там сможет. А он приносит? Ну, я же говорю, как я слышал, да? Ну, достаточно много денег там донатить. Не только мне, на стриме, понимаете? А и в целом, в общем и целом, помогает своей стране. То есть, Украине. Финансово. А то, что там он молчит и активно не высказывается в позицию, как это я, например, делаю, ну, блять. А что вы хотите, чтобы все стримеры стали политиками, как я? Ну, как, не все этого хотят, понимаете? Не все хотят вот так делать. Бывало у него там несколько раз на стриме, когда он, ну, говорил, что вот это все хуйня, он плохо к этому относится. Когда Херсон вернули, он сидел радовался. То есть, показывая, по-моему, прекрасно, да, какая у него на самом деле позиция. Если он радуется тому, что Украина вернула Херсон, то что? Что он, по-вашему, ватник, что ли, какой-то в таком случае? Или что? Серьезно, блять? А то, что он активно это не делает, ну, все вроде как, в принципе. А не рофлят? Лучше бы они так надо мной порофлить. А? Не, я с ним не общаюсь. Он просто иногда на мейстримы залетает и донатит, так что у нас с ним общения какого-то нет. Глина, спасибо за 120 рублей. По поводу там его прошлого, ну, блять, что я могу сказать? Я не могу оправдывать его за какие-то поступки хуёвые. Они есть, естественно, безусловно.